Этот автомобиль является копией Виллес МБ времен Великой Отечественной войны. Построен он по оригинальным чертежам с нуля Валерием Москвитиным. Валерия Москвитина Мама Валерия Москвитина работала в военном госпитале. Его вместе с братом иногда приходилось оставлять дома одних, иногда забирать жить в госпиталь. Я в бомбельничество никогда не ходил. Под кровать залезла, сидя ворал. Обратный метел, как-то вылезай, вылезай. Матери нет. Я не вылезал никогда. Еще в день рождения Валерия стало понятно, что будущее его будет связано с самолетами. И отец говорит, вот этот, ну я. Будет Валерий, Валерий Чекалович вызвал, и будет летчиком. Валерий Москвитин стал офицером ВВС. Занимался пилотированием истребителей и бомбардировщиков. Любил выполнять фигуры высшего пилотажа. Однако с течением времени ему пришлось оставить полеты. Произошло это после отставки министра обороны СССР маршала Жукова. Уволили, а Хрущев сказал, нам авиация не нужна. Больше половины училищ всех позакрывали. Вот эти самолеты все порезали. Прям давили их бульдозерными парами. И все. И выигнали нас. Дали две гайки. И домой. Про зарплату дали за год. И все. На этом дело кончилось. Эта фотография сделана после ухода Валерия Москвитина из войск. На самолетах он, конечно, продолжил летать. В учебно-тренировочных авиационных полках. Но работать пришлось пойти на землю. Так он связал свою жизнь с автомобилями. Пошел работать шофером в аэропорт, дальше на завод. Все это время он занимался автомобильным спортом. Однажды, возвращаясь с соревнований в Рязань, он встретил первую старинную машину, которую решил отреставрировать. В Коломне нашли стоит в огороде, в конце Коломны есть в Рязани ехать. Додж стоял отречеть эти американские. Прямо в огороде стоял. Оказалось, у машины был хозяин. Я говорю, это чья машина? Моя машина. Я говорю, а тебе документы есть на нее? Ну, какие документы на военные машины? Откуда такие документы? Нету. Я говорю, ну раз нет. Я говорю, вон поем милиции спросим. Не, не, я не пойду, не пойду. А у меня на сей день лежал батон львицкой колбасы, бухан хлеба и бутылка водки. Я говорю, вот есть хочешь, а тебе вот это вот? О, давай, давай, взял. И мы уехали, увезли ее в эту машину. Также легко эту машину Валерию Москвитину пришлось отдать начальнику своего предприятия. После того, как автомобиль был уже отреставрирован. К работе над следующей раритетной машиной капитан ВВС приступил после посещения автовыставки в Москве. И смотри, там ГАЗ-67, я думаю, вон надо собрать ГАЗ-67 в память об отце-то. Отец Валерия Москвитина был командиром полка. По роду деятельности ездил в годы войны на Виллисе и ГАЗ-67. Думаю, где же я видел такую машину-то, их нет нигде. В Солочи, под Лысой горой, там лестница такая есть. И там справа стороны болото есть все. И кто-то эту машину пустил-то там много лет назад. Торчала одна рамка вот эта, рамка торчала из воды. Вытащили, отремонтировали, сделали. Теперь ГАЗ-67-42 года является участником парадов в День Победы в Рязани, в Михайлове, в Москве. Участвует в бессмертном полку с фотографией отца Валерия Москвитина. Машина появляется и там, где подобного рода внимание необходимо. И еще ездил каждый год, 9 мая. Каждый год дом этих детей слепых. Ну, плохо видишься. Вот они придут и все щупают. На руле орден отца, мотор от Волги. А все остальное – оригинальные детали ГАЗ-67, собранные по стране и за ее пределами. В отличие от другой машины. Это у меня тоже была мечта найти Виллес американский, настоящий. Но его сейчас невозможно где найти, а если найдешь, он стоит миллион-полтора. Так он весь в разбитом виде. Ну, конечно, у меня таких денег нет. Я решил сделать его сам. Поехал в политехнический институт, взял чертежи, все размеры, все. И начал делать сам. Но я сразу хочу сказать, что один человек не может ничего сделать. Состоящая из миллиона деталей, машина собрана с помощью близких знакомых Валерия Москвитина. Это все мне помогало, особенно с этой машиной и с той. Это наше УВД, гараж, автобаза УВД. Там тоже есть спортивная команда. И самое главное, там очень… сейчас он не работает уже. Очень хороший был начальник, полковник Алешин. Так он сам спортсмен, кандидат в мастера спорта, сейчас на пенсию шел. Они мне помогали там всегда технически. Я им благодарен за все. Следующая мечта Валерия Москвитина – собрать вот эту машину. У нас нет такой машины, которую я хочу задумываться сделать. Но мне для этого нужен двигатель от БТР-40, такой бронетранспортер есть, который участвовал в Ванистане, был десантин, на вооружении стоял БТР-40. Сейчас его специально нет такой машины. Если план воплотится в реальность, тогда должен получиться мощный легковой автомобиль с хорошей тягой. Валерий Москвитин отмечает, что во времена войны предпочтение отдавалось ГАЗ-67 именно из-за того, что машина легко могла перевозить пушки. Виллис такой тяги не имел. После работы над этой машиной капитан ВВС хочет оставить свое увлечение. За всю жизнь он собрал и переделал в районе 10 машин. Вот здесь я все и делаю, мастерская, можно сказать. Жена меня ругает, дочь меня все меня ругают. Когда ты кончишь заниматься ерундой, когда у тебя силы кончатся? Ну я весь двор завалил, тут мотор, тут коробки, тут еще мотор, там еще мотор. А вон еще стоит у меня железный, он весь забитый весь. Вот они ждут, не дождутся, когда это все. Ну я им не дам, конечно, когда только помру. А пока участок рядом с домом Валерия Москвитина четко поделен на две территории. Зелень, яблоки, цветы и железки, моторы автомобиля. Хотя на территории озеленения также появляются вещи с автомобильной тематикой. То есть тут уже нет ваших... Нет, только вот написано, Виллис, на бочки. И качели, выполненные целиком из запчастей автомобиля. На них катались дочки Валерия Москвитина, теперь катаются внучки. А пока офицер ВВС будет продолжать свою работу над автомобилями, может и его новое детище появится на экране телевизора. Ведь так уже случалось. Валерий Москвитин снимался со своими машинами в нескольких фильмах. «Жизнь и судьба», «Освобождение», «Воротилы». Везде требовалась машина военных лет. В одном из фильмов он снимался с известным актером Евгением Дятловым. «Я им все говорю, я говорю, как вас зовут? Я Евгения, а отчество как?» «Да ладно, какой Евгений, Женя, Женя, такой очень простой. Женя, Женя». На съемках же успел Валерий Москвитин и на танке проехать. «Ну, в кадре надо проехать. Вот кто там на танке? Может, я говорю, а что ты на нем? Трактор, он на трактор». «Получил, я говорю, что ты правда нарочно? Ну, давай, заведешь, там поедешь. Ну, мне хочется танк прокатиться». И завел, и проехал. От управления самолетами, автомобилями до танков. Это история про Валерия Москвитина и его увлечения, которые покорили не один десяток автомобильных выставок, соревнований, да и просто сердец людей. В следующей программе «Человек в городе» я познакомлю вас с Юлией Симаковой. Эта молодая девушка в 26 лет добилась немалых успехов. Победила на муниципальном и областном этапах конкурса «Учитель года России-2015». Является лауреатом конкурса «Форум общественно-государственного признания за слуг молодежи Центрального федерального округа «Новые лица». Сейчас преподает английский язык в Рязанской школе номер 51. Занимается подготовкой детей по этому же предмету в профильных лагерях. Она же вошла в число 15 лучших педагогов Российской Федерации. В следующей программе Юлия Валерьевна расскажет о своих планах на будущее и методиках преподавания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова